Ремонт дорог, благоустройство, газификация. Эти вопросы для Азубцовского района одни из самых актуальных. Большинство решается во время своей рабочей поездки в район. В этом убедился председатель законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев. Парк Ленина и братская могила советских воинов. Еще недавно один из самых проблемных объектов. Сейчас работы идут активно. Уже установлена детская площадка в парке. Проложены дорожки, благоустраивается комплекс памятника. Дорожные работы, в отличие от парка, завершены по всем объектам. Это дворовые территории в самом Зубцове, а также дороги в Барка и Погорелом городище. Была полностью проведена реконструкция дорожной одежды. Были выполнены ремонты искусственных сооружений. И в целях безопасности дорожного движения проведены ремонты по устройству искусственных неровностей. И полностью заменены старые и восстановлены новые дорожные знаки, согласно ГОСТам. Далее средняя школа номер один. Малый спортивный зал. В нем не было отопления, поэтому заниматься зимой школьники не могли. Более трех миллионов рублей было выделено на ремонт и утепление. Работы идут, претензий к подрядчику нет. В этом году, что в этом зале будет проводиться занятие ритмика. Потому что это дополнительный час для детей, которые нужно двигаться. Мало сегодня ребята самодвигаются. Это, говорится, и музыка. В первую очередь это, говорится, и физическая нагрузка. Конечно же, это и настроение. Наконец, поселок Персининова, где 2 сентября свой локальный праздник, день успешно прошедших торгов. Для жителей и власти очень важной началась реальная реализация проекта по газификации, который был разработан еще в 2014 году. По ряду причин, в том числе юридических, воплощение постоянно откладывалось. Поэтому в поселке, где по плану более 200 участков, построено лишь 47 домов. Причем свою часть денег на прокладку газопровода жители собрали быстро. Многие дома используются как дачные, потому что невозможно здесь жить. Либо топиться очень тяжело, это дрова, уголь, либо дизельное топливо. Без газа очень тяжело. Вот считанные дома тут постоянно проживают, остальные только временно. И многие даже из-за этого не строятся. Сергей Голубев лично принимал участие в продвижении процесса газификации. Он называет это неформальным проявлением ППМИ. И сейчас пикер особое внимание в графике рабочей поездки выделил посещению Персининова. Полтора года назад еще юридических возможностей для того, чтобы положить эти деньги в качестве софинансирования со стороны муниципального бюджета. Это было сделано. И спасибо, кстати, Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Оперативно был проведен конкурс, оперативно включен объект в адресную инвестиционную программу. Ну и вот, по всей видимости, это многолетняя проблема микрорайона молодого, растущего. Здесь семьи молодые, здесь семьи с детьми. Она будет решаться. Решаться будет в этом спикера, заверили местные власти. Они сами заинтересованы в скорой реализации проекта. Срок завершения работ по контракту 25 ноября. Подрядчик добросовестный вышел на аукцион и выиграл его, поэтому мы с ним работаем уже не один год. Есть полная уверенность в том, что работы будут выполнены в качестве и в срок. С приходом газа поселок начнет активно заселяться. Помимо уже закупленных участков, здесь выделяется земля для многозетных семей.